всех приветствую друзья это очередная серия моего видео блога и уже наступила зима на данный момент я направляюсь соляные пещеры у меня уже в течение месяца продолжительный кашель который не прекращается что только я не перепробовал это одна из последних надежд надеюсь поможет я вам покажу что да как как там внутри и свои ощущения а вы оставайтесь со мной и не переключайтесь поехали вот она соляная пещера сегодня я здесь нахожусь один видите на камеру видно соль как летает по воздуху в живую на глаз это не определить вон стоит дырочки черненькой выходят все полезные соли и минералы которые необходимо вдыхать вот видите все это соль это соль на полу соль на стене соль это вот ведь их соли классно в общем лежаки здесь зона релакса так скажем в общем все с моей прической в общем мы начали на на расслабоне ну что ж будем как говорится посмотреть я надеюсь по кончанию этих процедур будет какая-то существенная польза пока пока это только начало я так скажем в процессе сейчас буду делать различные дыхательные упражнения чтобы был максимальный эффект поэтому я буду кайфовать а вы оставайтесь со мной вот выходит на самую соль которая будет попадать в дыхательные пути для оздоровительного эффекта весь процесс происходит вот в этой соляной пещере в которой нужно делать всякие различные дыхательные упражнения для максимального достижения эффекта поэтому сидим оздоровляемся сегодня шестой день посещения мной солевых пещер должен смело сказать что кашель действительно проходит отхаркивается и я чувствую некую пользу поэтому я думаю что возьму еще 10 курсов 10 сеансов чтобы закрепить результат ну собственно а я вам покажу что будет по окончании этих 10 сеансов изменилось ли что собственно говоря я расскажу все подробно и и покажу а мы продолжаем получать минералы полезные и чилить пожалуйста спасибо мы и Ну что, друзья, вот и прошло 10 сеансов. В солевых пещерах. Что я могу сказать по факту? По окончанию этих 10 курсов я действительно заметил улучшение. Непосредственно начало отходить вот эта мокрота, по чуть-чуть, конечно, но начало отхаркиваться. С каждым разом, каждый день я замечал некое улучшение. Поэтому, что могу сказать по поводу солевых пещер? Действительно это работает. Действительно, если есть какие-то проблемы с дыхалкой или еще с чем-то, можно взять курс и походить. Минимум 10 дней. Это действительно работает. И я взял еще 10 курсов. Через какое-то время я снова сюда похожу. В общем, как-то так. После дня рождения, на самом деле, у меня уже прошло где-то уже почти больше месяца. И это превратилось в какое-то хроническое заболевание, кашель постоянный. Хотя, все, которые существуют, антибиотики, я, наверное, перепробовал. Ну, грубо говоря. А вот именно солевая пещера только начала действительно помогать. Поэтому, как-то так. Ну, а дальше мы перемещаемся в тренажерный зал. Будем качать грудь. Поэтому, оставайтесь со мной и не переключайтесь. Погнали! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, всем еще раз привет, друзья! В общем, после тренировки я на следующий день, то есть сегодня поехал в баню, после баньки на массаж и классно так восстановился. На самом деле измахивает с понедельника по пятницу по две тренировки, представляете? Такого в моей жизни еще никогда не было. Но я надеюсь, мое тело адаптируется со временем и я в надежде, что в скором времени добавлю еще в субботу тренировку одну. Ну, в общем, что хотел сказать. В этом ролике обзора на бургеры не будет. Как вы уже поняли с превью, я постараюсь снять бюджетный вариант новогоднего стола. Для чего я это сделаю? Многие мои знакомые, родственники, которые посмотрели мои ролики, говорят, что не у всех есть деньги скупать все меню ресторанов быстрого питания. То есть не у всех есть деньги, чтобы скупить эти бургеры. Но вы должны одно понять. Я делаю контент, я понимаю, что это дорого. И я же на ту и снимаю, чтобы вы зря деньги не тратили. Я говорю, что можно, что не нужно, что более-менее, что не стоит. Как-то так суб обзоров в этом заключается. Понимаете? Сейчас мы поедем в супермаркет. Я думаю, в Магнум закупаться продуктами. И я постараюсь накрыть новогодний стол на 3 тысячи деньги. 3 тысячи. Почему новогодний стол? Потому что зима, декабрь. Все движется к новогодним праздникам. Ну, как бы, почему бы и нет. Давайте сделаем на 2 500 вообще. На 2 500 снимем бюджетный вариант новогоднего стола. Попробуем. Мне даже это интересно стало. В общем, не переключайтесь. Погнали. Так, сейчас возьмем 5-6 картошек для оливье и для еще чего-то. Так, приступим. Главное брать одинаковые. Выбрать бы хорошие, потому что все они подбитые. Если бюджетный вариант, то нужно сразу уж наверняка брать. Так, вот хорошее. Так, 4. А, 5 уже. 6 хватит? Так, теперь берем капусту, самую маленькую. Вот ее мы сейчас взвесим и посмотрим, сколько она стоит. 97 тенге. Так, еще что. А, картошка тоже. Картошка, сколько она? 85. 70. Дальше что, морковку одну? Наверное, вон ту? Так, сейчас выберем хорошую морковку. Так, вот эту вот, наверное, одну. И еще вот эту. Две хорошие морковки. Так, номер на местах 126. А, лук еще возьму, да? Одну парочку. Так. Вот этот. Я думаю, вот этот. Так. 79 и 126. 79 и 126. Лук 79. Друзья, вот я взвесил еще морковку. Она вышла на 27 тенге. Погнали дальше. Возьмем пару мандаринов, все-таки, Новый год. Так. Все они какие-то такие. Вот, хороший. Давайте четыре штуки возьмем. Так. Друзья мои. Мандарины вышли на 259. А, видите? Так, возьмем один лимон. Для того, чтобы сделать какой-то напиток. Вот, друзья, выбрал самый маленький лимон. Номер на весах 68. Так, вот он. 62 тенге. Классно. Погнали. Так, друзья. У нас же должен быть какой-нибудь десерт. Поэтому, я думаю, взять какие-нибудь бюджетные вафли. Возможно, это будет вот эти. Или по 166. Или по 151. Давайте все-таки по 151. Потому что шоколадный не все любят. Возьмем. Так, друзья, нам же нужен на стол хлеб какой-нибудь бюджетный. Вот здесь я нашел, смотрите, по 38 тенге вот такой хлеб. Нормально же. Самый раз. Самый дешевый. Друзья, нам же нужен майонез. Чем-то приправить все наши салаты. Поэтому, самый бюджетный вариант это вот. То, что я вижу, 205 тенге. Попробуем, возьмем его. Теперь возьмем самые дешевые яйца. Десяток. Нам для салата и для всего. Вот за 440, в принципе, нам подойдет. Сейчас проверю, битые нет. Все в порядке, дабы избежать конфузов. Вот, друзья, горошек за 185. Возьмем он то, что подальше. Итак, друзья, мы взяли для нашего первого блюда из салата еще бедро. Курицу. 850 килограмм стоит. Сейчас посмотрим, сколько будет это на кассе. Потому что цена здесь не отпечаталась. Погнали. Ну все, сейчас мы посмотрим, на какую цену все это вышло. Чек я вам покажу. Сейчас мне пробьют все это. Итак, ждем. Итак, друзья, вот он, чек. Он вышел на 2350 тенге. Еще я хотел там взять мяту, но она была там слишком дорогая. Поэтому пришлось идти в овощной рынок. Мне ее продали за 200 тенге. И все это вышло в итоге на 2550. Ну, 50 тенге туда, 50 тенге обратно, плюс-минус. Поэтому, в принципе, вышло все так, как мы и планировали. Итак, приступаем к готовке. Итак, всем еще раз привет, друзья. Вот мы закупились в Магнуме. Собственно говоря, что хочу сказать. Самое главное, мы забыли один огурчик купить для лилье. Но посоветовавшись с компетентными людьми, я понял, что можно и обойтись без огурчика. Пол луковицы мы нарезаем и кладем в уксус. То есть, делаем его слегка таким. В общем, он будет похож на соленый огурчик. По крайней мере, я надеюсь, я еще не пробовал. Итак, что мы будем делать? Одну курицу варим для льве. Одну курицу для нашего главного блюда. Оно называется дам-ля-ма. Собственно, у нас 6 картошек. Капуста для дам-ля-мы. Морковка, которую мы натрем в салат. Яйца. Я забыл принести. Они в холодильнике лежат. Майонез. Собственно говоря, 4 мандарины. 1 мандарин. И лимон с мятой. У нас пойдут на напиток, на лимонад. В общем, вторая луковица пойдет на дам-ля-му. На прижарок. Зеленый горошек. Ну, собственно, и все. Итак, приступаем к готовке. Пробуем. Итак, друзья, я две морковки уже почистил. Сейчас мы ее будем натирать. Но прежде всего мне нужно отрезать половину луковицы для нашего прижарка. Я уже все поставил. Я вам сейчас покажу. Смотрите. Вот эта половина будет на прижарок. Вот эта половина будет на замену огурца. В общем, мы ее положим в уксус. Что-то там еще сделаем. Мне сейчас подскажут, на самом деле, что с ним делать. Честно, не представляю, как. Но да ладно. Увидим. А сейчас нарезаем лук для прижарка для нашего главного блюда. Погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Я, конечно, нарезаю. Не так, как все повара. Но пойдет. В общем, что хотел сказать по поводу соли, перца и масла. Я думаю, мы это не будем закупать. Потому что, я думаю, в каждом доме найдется и соль, и перец, и подсолнечное масло. И сахар. Поэтому, ох, лук в глаза уже дал. Поэтому мы это в счет не включаем. Но если хотите, в следующий раз включим. Поэтому, погнали. Положим это уже казальчику. Итак, друзья, вот уже все варится, парится. Две картошки для оливье. Десять яиц у нас для разных блюд. Для оливье у нас одна курица варится отдельно в воде с солью. И, в общем, вот лучок, который мы сейчас нарезали для прижарка, для нашего главного блюда. До золотистой корочки, как обжарится лук, мы кладем курицу. Нарезаем ее. Вот так вот, собственно говоря. И тушим. Как-то так. Что делаем дальше мы? Мокро. В общем, натираем морковку для нашего салата. Который будет с вареным яйцом. Я этот салат, на самом деле, очень любительный. С детства. Он реально вкусный. Бюджетный, вкусный салат. Как-то так. А, морковка попала, да. Буду видеть еще лучше, Настя. Стоило. Итак, одна морковка уже готова. Все мы знаем, что, чтобы натереть что-либо, какой-нибудь овощ, нужно приложить какое-то усилие в своих рук. Качается предплечье. Качается предплечье. Качается бицепс. Можно вот так переключать на трицепс. Устал бицепс, переключаем на трицепс. Да, что ты будешь делать? У меня в глазу морковка. Капец, друзья. Натираем, натираем. Итак, мы натерли морковку. В общем... Выкладываем ее в салатницу. Аккуратно все собираем. Не выбрасываем лишнее. Потому что все-таки у нас в этот раз концепция бюджетного новогоднего стола. Морковочку отправляем кремиком в салатницу. Ну, как-то так. Поехали дальше. Как наша курица уже положена в казанчик, следом мы кидаем четыре нашей картошки. Напоминаю, из шести четыре картошки идут в домляну. Их нарезаем на четыре части и кидаем следом. Сверху мы накрываем листьями капусты, закрываем крышку и на медленный огонь. Сейчас я вам покажу. У нас подходит уже наша курочка. Сейчас мы закидываем нашу картошечку сюда. Присаливаем ее. Сверху, у кого есть укропчик или какая-нибудь трава в заначках, сверху кидаем для вкуса. И следом у нас идет капуста. Капусту равномерно выкладываем сверху картошки. Еще немного. Так, чтобы она была полностью накрыта сверху. Чтобы нигде не было дыр. Вместо крышки. Но сверху крышкой мы все равно закрываем. И все. Итак, друзья, пока у нас плита полностью занята, мы приступим к нашему напитку. В общем, я уже начал нарезать лимон. Половину лимона. Естественно, предварительно мы его помыли, потому что он же пойдет к нам прямиком в напиток. Мяту я помыл. И здесь мяту оставил для того, чтобы для того, чтобы сверху посыпать наш напиток для красоты. Ну и половинку лимона для красоты. Соответственно. Так. Как только мы дорежем с вами лимон, мы приступим к нарезанию мяты. И далее будем режать мандаринку. Тоже половину на половину. Половину оставим для красоты. Половину мелко нарежем для самого вкуса, чтобы был этот самый сочный смак, который выделяет наш мандарин и лимон. В общем, я не знаю, достаточно ли я мелко его сейчас нарезал, наш лимон. Надеюсь, как же мне пальцы обжигает. У меня кулаки все перебиты из-за того, что я хожу на бокс еще. Но я это не снимаю. Там я реально пашу. И сейчас лимон задевает вот это жжет наш. Ну да ладно. Вот так вот, друзья. Всю жизнь не занимался спортом, а тут занялся. Причем по два раза в день. в субботу я, вчера был вообще никакой. Я думал, вчера буду эту всю комитет готовить, но нет. я пришел и немножечко повисел в ютубе и вырубился. Что ж, проснулся сегодня аж в три часа дня. За всю неделю я высыпался. Представляете? это уже так пахнет. Действительно. Ну, вы поняли, да? это как мохито будет. Только без водки. Водку мы не пьем. И никому не советую. Вообще, Новый год надо встречать, я считаю, в трезвом. Так. В общем, закидываем все это в наш кувшинчик. Косточка. Косточку мы туда не кидаем. Она нам совсем не нужна. Так. Одну мандаринку. возьмем вот такую малюшенькую. Нам тоже как бы особо много этого не надо. Ну, все равно раз Новый год мандарины они как бы ассоциируются с Новогодними праздниками с детства. Поэтому мандарины конечно не нужны на столе. Половина для красоты. Собственно как и клеммон. И половину мы нарезаем мелко. Так. Вам наверное не видно что я делаю тут. Я честно запарился примерно вот так вот мелко мелко порезали порубили на миллимых. читаем в наш кувшин и заливаем его теплой кипяченой водой. Из-под крана не наливайте. Друзья, я чуть не забыл положить сахар. примерно ну где-то 3 столовые ложки вот такие. Раз. Два. сейчас третью закинем. Три. Я думаю даже пробовать не буду хватает. Что будет далее. Немного настоится. Дольем воды. Кинем туда для красоты сверху дольки лимона, мандарина и мяты. И сверху засыпем льдом. Но это сделаем и в конце. А пока приступим к нашим блюдам. Итак, поехали. Я уже ничего не соображаю. яйца наши сварились. Наверное, мы доделаем сначала один салат, потом приступим к оливье. Картошечка уже подходит, поэтому два яйца почистим и отправим к нашей морковочке. Какая она горячая. Какая она горячая. надо было дать и я спит. Друзья, я уже, честно говоря, не совсем хочу уже все это делать. Это лампом кажется, что все быстро. На паузу поставил, перемотал. А здесь такой процесс просто я туда-сюда что-то не снялась, что-то то зарядка на камере садится, то еще что-то. Ну, просто вообще. Я надеюсь, со временем приворчиться. Все, что я готовлю на самом деле, это делаю прижарку говяжью. Миксую ее, ну, я имею в виду каждый день, миксую ее там или с рисом, или с макаронами, или с картошкой. Все. Или вместо говядины чаще всего бывает курицей. Остальное я как бы повседневной жизни редко что готовлю, только по праздникам и то, если кто-то попросит меня что-то приготовить, ну, чаще всего мама попросит что-то нарезать, что-то приготовить. А так я сам взять и приготовить ни с того ни с сего какой-нибудь салат. Ну, честно говоря, редко такое бывает. Ну, мне это нужно какой-то какой-то специальный день, какое-то настроение подходящее иметь. вот так вот так вот так вот так вот так сейчас сижу хотел вам сказать на антибиотиках и поэтому что-то туго соображают так коротко очищаем нарезаем нарезаем яйца мы кубиками мелкими мелкими кубиками здоровыми нам ни к чему здоровыми кубиками можно делать когда у нас много салата а так нам и пойдет мелкими чтобы было было все ровно по количеству на порции так закидываем туда наше яйцо в общем солим перчим поливаем майонезом собственно говоря все первый салат у нас готов приступаем к оливье друзья в общем вот я его посолил поперчил добавил кое-какие еще приправы какие у вас есть в принципе в этих закромах и собственно перемешиваем его и ставим настаиваться в холодильник пока он будет настаиваться мы будем делать оливье как-то так салат вот 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 так будет выглядеть наш салат пускай он будет настаиваться я сейчас буду уже наверно чистить картос итак время для лайфхаков как заменить наш соленый огурчик луком заливаем сначала кипятком даем настояться ему и затем сливаем воду итак как мы слили воду пол чайной ложки наливаем уксуса прямо сюда и заливаем это снова водой итак залили уксус налили еще раз воды и кладем одну столовую ложку сахара в общем пока наш лук настаивается мы почистим два яйца в нашем оливье собственно приступим уже к оливье уже поздний час эх оливье 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 есть такое имя кто не знал и вообще почему на новый год традиционно в основном это оливье. Сегодня мы готовим оливье. Кстати, говорят вкусно, когда оливье с крабовыми палочками и яйцо что-то плохо чистится в ванок. Так, Локина, наша музыка. Нашего с вами оливье, оливье, тынь, 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 тыры, 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 я, конечно, нарезаю ее, я прям чувствую, я прям чувствую, как кто-то сейчас на меня смотрит. Ну, пока что так. Пока я еще не норовился. Да и ножи тупые, блин, здесь надо поточить. Так, две картошки теперь. Чистим картошку. Так, одна картошка готова. И вторая. Чабака. Чабака. Я готовлю, она меня собаками смотрит. Думает, с кем я разговариваю? Что я там делаю? Куча света здесь, оборудование. Что происходит? Она думает, что происходит вообще. Контент снимаем, контент. Ютуберы, блогеры хреновые. Итак, нарезаем картошку. Порезали картошку. Отправляем ее в салатницу. Далее, у нас уже сварилась наша курочка. Пойдемте ее вытащим. Итак, наша курица сварилась уже. И мы сейчас отделяем мясо от костей. Она горячая. Очень горячая. Далее, мы мясо будем нарезать мелкими кубиками. После чего, отправим нашу салатницу. Когда мясо сварилось, все. Кошка уже здесь рядом. Куда, сюда. Хвостом, беляя. Дай чуть-чуть. Типа. Нази еще. Сварилось. Мясо сварилось. Сейчас мы его. Порежем. И закинем в зеленый горошек. Не было ощущения того, что жуешь. Большой кусок курятины. Ну, курятина вкусная. Вообще, в оливье можно было положить какую-нибудь колбаску. Но, поскольку у нас бюджетный вариант новогоднего стола, а дешевая колбаса, она не совсем вкусная. Она будет действительно выделяться. Я не раз покупал дешевую колбасу и дешевые сосиски. Ну, это не вариант, короче. Если хотите кайфануть, то брать надо сразу дорогую, хорошую колбасу. Или же отварить кусок мяса. Попадают здесь по косточке. Вы не подумайте, здесь ни в коем случае по бокам не мусор. Просто кошка с собакой кто-то туда пойдет, кто-то туда по бокам. В общем, нарезали. Итак, закидываем в эту емкость, где будет наше оливье. Далее у нас идет горошек. Я уже предварительно открыл. Засыпаем горошек. Так, думаю, весь не будем засыпать, потому что многовато, мне кажется. И закидываем наш уже настоявшийся лук. На маримляде. Закидываем мы лук. Так, вода лишняя, нужно слить ее, наверное. В общем, закидываем мы лук, который с уксусом и с сахаром. Он будет у нас заменителем соленого огурца. Далее, далее, далее. Приправляем все майонезом. Солим, перчим. Итак, далее мы заливаем майонезом. Наш салат. Перемешиваем ее. И также даем настояться в холодильнике, пока мы будем делать наши яйца. Я не знаю, как они называются. Что-то подзабыл уже, надо спросить. Отправляем в холодильник. Итак, друзья, заключительное наше блюдо. Это фаршированные яйца. В общем, мы почистили яйца, отделили желток от белка. Вот он, собственно, желток. Порезали напополам белок. Они, видите, в форме лодочи. Сейчас мы нарезаем лук мелко. Нарезанный лук мелко мы добавляем в желток. Перемешиваем его с майонезом. И обратно фаршируем. Я режу насколько можно мелко. Продолжение следует... В общем, как перемешали, начиняем наши лодочки из белков. И блюдо готово. А, сверху оставшиеся горошины для красоты кладем на эту горочку. Сейчас я вам покажу. Итак, что у нас с нашим напитком? В общем, как только он настоялся, далее мы сверху кидаем для красоты лимон. Вот таким образом. Дольки мандарина. Ну и, собственно, мяту. Вот таким вот образом. И сверху засыпаем льдом. У меня нет контейнера для льда, поэтому я сделал их в этой яичнице. И сверху просто мы их засыпаем. Вот таким вот образом выглядит наш напиток. Видите, со льдом, мохито. Вот они, наши фаршированные яйца. Украсили их остатками горошка. Ну и подошло у нас основное блюдо. Демляма. Сейчас мы будем накрывать на стол. Итак, друзья, мы с вами приготовили новогодний стол, бюджетный вариант. Вышло все это на 2 550. Ну, что ж, в рублях это будет, мы посмотрели в интернете, это 418 рублей. 420. Я напоминаю вам, что мы после всего этого еще пошли купили мяту. В общем, в итоге получился шикарный стол. Этот стол смело на троих. Салат оливье. Морковка с яйцами. Главное блюдо. Дамляма. Посмотрите, как выглядит красиво. Яйца фаршированные. Ну и десерт. Вафли, мандарины и напиток. В общем, все, что нужно. Давайте пробуем. Итак, наложу я оливье, попробую. Я, честное слово, пока я готовил, я не пробовал еще. Наложу этого салата. А этот салат, кстати, я пробовал, пока готовил все это. Мне показалось, что я его пересадил. Сейчас посмотрим. Нет, нормально. Есть можно. Вкусный салат. Дешевый, бюджетный. Здесь морковка, яйца и сочный майонез. Салат с детства. Попробуем оливье. По правде говоря, для цвета в оливье что-то такого не хватает. Типа морковки оранжевого. Цвет у него серый, невеселый, но сам салат очень вкусный. Мне прям понравилось. Лайтпак с луком он превзошел все ожидания. Действительно, можно заменять если нету у вас огурца. Попробуем пастерованные яйца. Ну да, нет. Видите, мы с дорожками упросили. Тоже вкусно. Вкусно. Давайте попробуем наш напиток. Я думаю, он получился весьма удачно. На самом деле, я бы добавил еще сахар. Трех столовых ложек с горочкой маловато. Ну, холодненький, вкусный. Да, напиток действительно замечательный. Ну и попробуем наше основное блюдо. Дамляму. Картошечку, курочку и капусту. Сюда, если у вас есть возможность, сюда можно разные овощи добавлять на самом деле и накрывать капустой. Очень вкусно. наше блюдо вышло на 5 с плюсом. Учитывая то, что бюджетный вариант, он очень вкусный. мясо хорошо провалилось, немного поджарилось. Прежде чем накладывать его, нужно перемешать его, чтобы снизу все соки сверху миксанут подставить и подавать на стол. В принципе очень вкусно. Видите, за 2,500 можно действительно накрыть приличный стол. Ну, здесь действительно на проехать смело. Если говорить о каком-то празднике, то вот хлеб наш нарезал. насчет хлеба. Когда я вам показывал, что я его убрал, он оказался не тот. На прилавке ценник был один. В итоге хлеб оказался не 38 тенге, а 209. Пришлось быстро побежать, поменять хлеб. Этот хлеб где-то 70 тенге, что ли, самый дешевый. у нас есть хлеб. Закусывай. Оливье. Очень вкусно. В принципе, все удалось. Единственное, я вам правду скажу, когда я варил яйца, после того, как они сварились, нужно их сразу заливать холодной водой. Они у меня плохо почистились и внизу они немножечко эстетично не так уж и красиво выглядит. в принципе вкусу это никак не мешает. Лафли на десерт. Погромно. Вахли тоже взяли удачно. Там если помните были еще шоколадные. Но шоколадные они все любят. Вахли я забыл сколько они стоят. Тоже бюджетный вариант вахли. Ну в принципе вот так. и куда без мандаринов все таки Новый год. Итак в общем что хотел сказать по этому новогоднему столу. В общем в принципе можно как вы видите на бюджетный вариант действительно накрыть хороший добротный такой стол и накормить как минимум два еще человека. В общем как всегда по традиции прошу вас подписаться на канал. те кто не подписаны поставить колокольчик обязательно лайк и написать комментарий как вам этот ролик чтобы вы хотели бы увидеть и в принципе любой комментарий для меня важен поэтому поэтому я желаю всем приятного аппетита те кто кушает и до скорой встречи пока что желаю Продолжение следует...